Только что завершилась встреча между командами Строгино и Химки. Гости победили со счетом 2-1. Вашему вниманию представляется главный тренер команды гостей подмосковных Химок Вадим Келиксович Хапизов. Вадим Келиксович, Ваш после матча комментарий? Ну что, в принципе, наши ожидания оправдались. Это непростой матч. Мы в первом круге игрались. Тоже по ходу игры все-таки под капец проигрывали 1-0. Мы провели характер, концовки забили. Конечно, мы доволен победой. Где-то, может быть, не хватило вам еще впереди остроты в плане завершения момента. Было еще два стопроцентных момента, когда мы могли бы, скажем так, не доводить до такой нервной оконцовки. Ну, в принципе, задача минимума, мы довезли 3 очка. Естественно, что тяжело, когда команда готовится 5 месяцев, да, по миру, оставшись отрезку. К этому очень тяжело. И игровой тонус потери. Ни одна, которая не играет на сравнении с Копирником. Поэтому потихоньку, думаю, что она тянется. Ну, что касается, с Копирником, приятная команда, очень такая неуступчивая. В принципе, я говорю, что мы ее разбирали, готовились. И несмотря на то, что там были чередовались неудачные игры, да, в межсезонье, мы знаем, что будет очень тяжелая игра. Поэтому мы благодарим ребятам, молодцы, проявили характер. Идет дальше. Скажите, пожалуйста, после пропущенного мяча вы цельноправленно направили команду вперед, чтобы сюда перерывали отыграться, либо это инициатива ваших футболистов? Ну, что значит цельноправленно направили? Ну, мы не сразу приехали. Мы понимаем, что у нас разные цели. Естественно, что мы приехали здесь за победу. Поэтому ребята сами там, ну, видите, там неудача сыграла нашу арталь. Попущенный, да, там не очень, так сказать, впечатлил его бросок. Вот, ну, а так, по большому счету, у соперника, кроме как вот таких там хаотических подходов, чтобы в штрафной, там, практически не дали возможности сыграть сильно в стороны Строгина. Попытались перекрыть, я думаю, что где-то получилось не очень, где-то очень, но, в принципе, вообще-то так было. А так, и в конце были вот эти два момента, особенно когда добивание там с трех метров, как он не попал, ну, как-то один-а-один, конечно, надо реализовывать. И не было бы нервной оконцовки. Уважаемые коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. С учетом потери, наверное, главного, да, человека, взвернув перед ним, вопрос, насколько получается восполнить сейчас его отсутствие? И насколько вот в контексте данного матча вы довольны командой? Ну, естественно, что потеря лидера, да, капитана команды, бесследно не проходит. Но у нас было время, мы это все пережили. Я думаю, что сегодня Ахба доказал, что он тоже Гайадор, да, забив мяч, и имея стопроцентный момент тут, конечно, можно его упрекнуть, но в любом случае сыграл достаточно полезно. И где-то в подыгрыше, мы ожидали, что здесь сыграет. Но то, что касается Маркосова, это одно, но мы потеряли еще и ведущего защитника буквально накануне, за три дня до игры, вот, сладен был и достроен. Поэтому срочно пришлось перекраивать оборону, он за игр после мениска тоже только-только втягивается. Поэтому у нас есть внутренние такие проблемки, да, текущие, поэтому где-то немножко есть потери связи в линии обороны. Но в целом, в целом, что я говорю, что качеством игры довольны, потому что есть моменты, если не надо реализации, но это я склоняюсь к тому, что все-таки отсутствие, длительный перерыв, отсутствие игровой практики на уровне официальных игр. Вот еще вопрос, так, ведете, да, 18 игр без поражений, это как-то давлеет или спокойно к этому относитесь? Ну, мы живем от игры к игре. То есть, сегодня сыграли, да, сегодня торжественный вечер, все мы улыбаемся, все, завтра рабочий день, выходим, настраиваемся на следующую игру, а по-другому никак, как только ты подумаешь, что ты уже владелец всего мира, то сразу тебе придет разочарование. Играем, выиграем, то, что было в прошлом году, я считаю, это уже история, в этом году надо пульсать новое. Спасибо. Спасибо большое.